И снова здравствуйте, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы продолжим играть в Tower Conquest, и предусмотрели, ребята, мы с вами встретимся о том, что мы попробовали создать армию чисто роботов, и получилось по мне довольно неплохо, мне даже понравилось, будь они у меня чуть более прокаченные, я бы прямо, наверное, за них весь задоминировал, но сегодня попробую создать, наверное, знаете какую армию, я создам свою самую-самую любимую армию, то есть я создам всех юнитов, которые только мне нравятся, и я которые, считаю, будут чисто ультимативные, и только с ними я в этой игре буду побеждать, это будет самый, типа, беспроигрышный отряд, по моему мнению, и также, ребята, забыл в предыдущем ролике вставить два комментария, точнее, забыл вставить один комментарий, сегодня вставлю два, за то, что в предыдущем ролике забыл, поэтому вот такие два комментария есть, и это написал Дима Мороз, 14.30, берет под контроль вражеских врагов, это я довольно забавно оговорился, на самом деле, что вражеский этот, помните, который был такой пришелец, который захватывает противников, он умеет захватывать и героев, и я там такой еще сказал, что он умеет захватывать вражеских врагов, это довольно забавно, вон, я прозвучал, и в Влад, не дбайла. Кристалл, играй, пожалуйста, эту игру больше. Ну, чем больше ваших лайков, тем больше я в нее и играю. Поэтому, если вы хотите больше, то с вас лайки, мы играем дальше. Хотя в предыдущем ролике вроде лайков было неплохо, значит и можем играть дальше. Пока вы ставите лайки, я играю. И все такое. У нас все просто, у нас все на лайках завязано. Мы с ними понимаем, как нам двигаться, как нам играть, когда нам не играть, когда нам играть. И все в таком духе. Так, ну да, ладно, я тут, кстати, арену еще прошел, на первом месте оказался. И получаю себе 15 таких карточек, перехожу на второй ранг арены и сундук еще получу. Поэтому давайте покажу 15 паладинов и копейщица, база, 5000 монет, 12 самолетиков, вертолетиков. Ну, такой себе набор, но в целом я тоже доволен, мне это также устраивает. Я выполнил квест, следующая награда будет у нас 15 самураев. Ммм, интересно, я бы не отказался от такого набора. Думаю, что я его получу. Не знаю, как скоро, но думаю, что получу. Так, ладно, давайте создадим самый мой любимый отряд из самых-самых любимых моих карт, с которыми, я считаю, можно выигрывать всегда. Кстати, да, мне написали вы в комментариях, что вот этот вот товарищ, это герой, если что, от пришельцев, который подумал, что он прикольный, он захватывает, типа, юнитов. Но думаю, что если не захватывает героев, то он такой себе. Но этот чувак может захватить героя, как мне написали. И это просто офигеть. Если он реально может захватить героя, то у меня даже слов не будет, насколько он нереальный. Просто, считайте, сделали себе таких два чувака, и все, захватил всех, и всех уничтожилось. Я вражеский, точнее, если противник будет использовать такие карты. Так, мне нужно почистить сразу два отряда. Ууу, кстати, первый раз я, по-моему, убираю замок основной. И смотрю, как выглядит бэкграунд. Просто пустыня. Забавно, про это не знал. Или не замечал, может быть. Вполне возможно, что не замечал. Так, самая главная база, которая мне больше всего нравится. Вот, хоть убей, но я считаю, что вот эта вот Звезда Смерти, это самая лучшая база. Как бы, база от Смерти тоже неплохая тем, что глушает. Но по мне, вот это самое-самое нереальное. Так, следующим кто у нас идет? Мне нравится, по идее, Улиточник, но он, как бы, такой немножко. Мне нравится Мечник. Мечника, я думаю, что можно нам в нашу колоду собрать. Ну, сейчас еще пройдемся дальше. БФГ-шка. Крутой чувак, но не настолько крутой, насколько крут Сквидвард. Поэтому Сквидвард в моем отряде всегда есть. И всегда в моем отряде должен быть Репейр-бот, потому что он просто космос. Я его так люблю, как не люблю никакую, наверное, другую карту. Также мне нравится Зомбарь, но пока что я его не хочу. Он ситуативный. Дарк Прист, по-любому, идет в нашу армию. Дарк Прист это просто всего этого мира, я без него никак не могу. А здесь мнение разделяется. У меня мне нравится консервная банка, мне нравится Олд Ван. Почему я не возьму консервную банку? Она на уровне точно такая же, как Олд Ван. То есть мне настолько же нравится наша банка, насколько нравится Олд Ван. Поэтому они одинаковые. Я просто в этот ряд его не возьму, потому что через банку, ну, очень легкая победа получается. Враг просто не может пробить мою банку. Поэтому пока что буду за Олд Ван играть. И, кстати, сейчас, пока я с вами разговаривал, вспомнил, что я хотел сказать. Вы можете мне также написать в комментариях какие-нибудь челленджи. Типа, что я могу придумать такого невероятного, что-то такого, прям, знаете, типа отряд из одних каких-нибудь там таких-то юнитов. Или что-то в таком духе. Чтобы я мог попробовать как-то разнообразить саму игру. И все в таком духе. Единственное, будь у меня побольше еще один слот, я бы добавил в нашу армию вот этого товарища с пилой. Он мне тоже жутко нравится, но... Эх, к сожалению, он не влезает в мою ячейку. И также я бы... Тут стоит также борьба за танком. Мне очень сильно нравится вот этот танк. И в то же время мне очень сильно нравится самый простой рыцарь. Почему? Понятное дело, рыцарь слабее. Но фишка в том, что у рыцаря... Рыцарь стоит 125 маны. Когда вот этот товарищ стоит 200 маны. Вы чувствуете разницу, что я не могу так быстро призывать. Товарищей, потому что если мне надо огромную пачку, Мне надо накопить кучу маны сразу, где-то 500 накопить себе. И после этого еще докапливать ману. И только тогда нападать. Вот примерно вот такой вот отряд мне наиболее импонирует. Я вот прям этот... Вот отряд из таких, ребят, мне сильно нравится. Но я могу, конечно, сделать еще круче. Это был бы отряд Б, но в отряде Б не будет тех карт, которые есть в отряде А. Вот как-то вот так вот. Так, давайте Олдвана, кстати... Нет, стоп, не Олдвана. Я не хочу Олдвана докачивать. Я хочу докачать знаете кого, знаете кого, знаете кого, знаете кого. Сквидварда хочу докачать, потому что, ну, он клевый парень. Его надо по-любому прокачать. И можно немножко репейр-бота подчинить. Подчинить, подчинить. Чтобы он был еще более дерзкий. Так, что я здесь прошел? А, стоп, я же не прошел эти локации. Не прошел те уровни. Так. Что у меня там получается? У меня один на таймер и две на жизни, значит. Ну окей, давайте пройдем тогда их. Заодно проверим, насколько моя армия действительно внушающая страх. И надо будет еще один раз подраться на арене, поэтому мы еще пойдем на арене. И что я считаю, что этой колодой я... Ну, проиграть для меня будет очень тяжело. Получить урон, конечно, можно. Но вот эта колода реально такая, которая прям... Ну, блин, враг задолбается. Пробивать. Вышибать всех моих чуваков, когда я накоплю побольше маны. Вот 400 маны у меня сейчас есть. Я сейчас ему устрою праздник, скажем так. Все, смотрите, сейчас выходит у меня первый метод идет. За ним сразу идет репэр-бот. За ним идет сквидвард. За ним сейчас даркфрист еще появится. Единственное, сейчас улитка может всех снести. Но мы от улитки, знаете, каким образом избавляемся? Тут выступает в роль уже наша офигительная база. Которая просто творит чудеса. Настолько она мощная. Так. Пау! Пау! Эй, стоп, успел задеть. Ну, какая разница? Мы все равно идем дальше. Побеждаем. Считайте, это как бы моя колода, которая в моем понимании самая нагибающая. Ну, в данный момент, не считая какого-либо там ПВП. Но я считаю, что я в этой колоде практически везде смогу победить. Единственное, меня смогут побеждать только, наверное, чуть более сильно эволюционировавшие юниты. Или в таком духе. Либо левел какой-нибудь больше. Но мне кажется, что меня можно победить только более эволюционировавшие колоды карт. Мой вот этот набор. Может, я и ошибаюсь. Конечно. Вы можете написать и свои колоды, которые, по вашему мнению, мощные самые. Но вот мне ближе вот такая колода. Я считаю, что она реально нагибаторская такая. Вот. Ну что? Сразу просто размотали. Урона никакого не получил. Так, отстань с своим рейтингом. И здесь запроходим. Там у меня буквально... Сейчас быстренько эти левелы пройдем. Перейдем в шестой мир, где станет еще тяжелее все. Вот. Если бы у меня сейчас, например, не было карты за 125 маны, я бы получил урон по своей базе сразу. Здесь это абсолютно контрится на маленькой даже дистанции. Вот. Он все просто идет. Ему как бы ни по чем. Ничего. Он уже базу их не даже атакует. Смотрите. Насколько он у нас жесток. И опасен. И прекрасен. И все в этом духе. Так. Сейчас врежутся в него. Хиллер сразу сработает. Выходит Сквидвард, который сейчас разорвет чертям этого товарища. Вот. Единственное опасное. Монстр это вот этот, конечно, засранец. У него очень большая атака. И это... Ну, реально немножко, как бы... Да. Портит жизнь. Но... Не критично. Не критично. Главное, чтобы было побольше хиллеров. Побольше дальников. Вот. Если Даргоприст хотя бы один у меня сейчас будет в отряде. Он точно ничего уже не сможет сделать. И... Тут же проиграет. Проиграет. Так. Дайте мне Даргоприста. Он у меня будет... Эээ... Моей решающей, хорошей картой. Так. Все. Даргоприст есть. Теперь никто ничего не сможет сделать. Еще одного репейр-бота закинуть. И... Все. Космос! Ух ты, черт. Чуть-чуть бы еще и меня могло развалить. Ха-ха. Все то, что я накопил. Так. Тихо только не... О! Не заделай его. Шикарно. Самое прикольное, что он даже урон базе наносит и урон с базы перегоняет в наше ХП. Это... Прям читерство, когда он начинает избивать базу, потому что лечит прям без остановки, можно сказать. Очень-очень-очень много здоровья может восстановить. Ну и что? Получаем еще на медальку. И последнее. Там где-то я по таймингу не уложился. Я вроде что-то испытывал. Так. Стоп. Нет. Не хочу. Обратно. Вот сюда. Да. Здесь массовых юнитов полно. Но... Ничего. Здесь Сквидвард за один... За один этот... Бросок сбривает всех. Поэтому. Я не думаю, что мы сейчас не успеем, не уложимся во время. Ну не верю я в это, что не получится у нас. Я сейчас накоплю прям реально хорошо так солдат. Выйдут самые красивые чуваки, которые реально покажут то, что мы не такие уж и простаки в этой игре. Так. Там Валькирия. Я помню, она лечила. Из-за нее я постоянно не мог пробиться дальше. Ничего. Сейчас все сделаем. Сейчас ни один хилер тебя там не выхилит. Сколько бы ты не хотел. Так. Пошла база в атаку. Она не убила, конечно, сразу. Ну и какая разница. Нам главное сейчас пройти чуть-чуть дальше и не дать магу убить меня. Единственное, вот этот АУЕшник, он самый неприятный. Слишком уж большая рейнджа атаки, но через Дарк Преста и всех остальных, репейр ботов, все у нас хорошо получается. Оп. Просто даже не чувствуем их. Спокойно идем и спокойно расшибаем. Еще Дарк Прест в нашей колоде. Изи катка. Прямо когда играешь в эту колоду. По мне. А то мне некоторые просто... Я почему подумал, что стоит создать свою самую, типа, колоду, которая мне больше всего нравится? Мне просто в комментариях написали, а что ты вот там роботов пробуешь, пришельцев колоду и тому подобное? Давай самую, типа, свою крутую колоду. А то надоело, говорит, проигрывать. Ну вот, это колода, которой я всегда буду выигрывать. Откуда у меня появилась вообще мысль, что мне именно такую колоду надо создать? И показать ее вам. Так, давайте докачаем, наверное, кого? Танка. Пусть танк будет докачан. Я, кстати, еще не разу Олд Вана не призвался. Вы сейчас заметили, Олд Ван еще не разу не использовался в бою. Это еще без использования Олд Вана мы так врагов изничтожаем. Так, этот у нас, этот товарищ. И Олд Вана дали карточку. Круто. Так, и отправляемся в шестой уже мир. Кто меня встретит? Первый меня встречает андеды. У меня нет звездочек, кстати. Нет звездочек тут нету. Зато есть бесплатная карта, которую я забыл взять. И также зайти на тренировку, забрать... А, нет, я почему? Я думал, что... Чё? Чё так странно? Так, давайте отряд Б. А, стоп, отряд Б пустой же. Ладно. Сначала пойдем подеремся, потом поставлю отряд на тренировку. Хочу побольше подраться. Ну и тут зомбики. Зомбик со второй эволюции. Зомбик простой против моей мега-армии. Ну, что-то я дико сомневаюсь, что он что-то сделает. Единственное, не хватает какой-нибудь, знаете, прям дешевой-дешевой карты. Знаете почему? Будь самая дешевая-дешевая карта, ей как раз... Как раз их можно тратить на вот этих зомбарей, всех и тому подобных чуваков. На них прямо... Блин, господи, кислоту разлил после смерти. Там такой шанс маленький этой кислоты разлить, но он ее разлил. Жопошник. Ну, ничего, у меня есть хилеры. С хилерами у нас... Все хорошо, с хилерами мы хорошо работаем. Только вот, пожалуйста, камикадзе, пошел вон отсюда. Так, заморозка. Я даже что-то особо не коплю себе огромное количество маны. Это странно. Надо себя много накопить. Сейчас всех бабахнет. Бам! Все-все погибли. Ну, это... Это, блин, этот чертов чел. Он... Он слишком крут. Да. Мне он поэтому тоже нравится в моей колоде. Но взять я его, к сожалению, не могу. Это вот толстячка камикадзе. Как-нибудь попозже. Так, что-то как-то я долго сражаюсь. Но, на самом деле, я тут сам виноват, что я так долго сражаюсь. Сейчас все будет. Так, пошел, пошел. Пошел. И пошел. И сейчас выйдет камикадзе. Я сразу его... Ай, черт, не вышел камикадзе. Я ожидал, что выйдет сейчас камикадзе и будет клево. Ну, вау, что-то он сразу взорвался. А, Дарк Приз долбанул его. Поэтому сразу и разорвал. Не успел зайти к нам за спину в наш тыл. Не успел зайти этот товарищ. Так. Ну, и все. Дорубили. Еще одна победа. В кармане. Вот так вот. Мне уже нравится, что дофига денег дают за каждый заход. Я могу сразу после каждого матча прокачивать себе чуваков. Это мне душу греет. Так. А, кстати, забыл зайти вот сюда. Фрэнс и забрать себе подарочек. Здесь еще карточек дают и немножко денежек. Так. Было прикольно, если я сундук докачал до самого последнего левела. Но пока что нет. Так. Здесь все такие же базы, такие же враги. Ну, давайте, ребята, какого-нибудь нового чувака покажите мне. Чтобы я прям такой вау. Вау. Но пока что нет. Ну, как вы поняли, самый идеальный микс из солдат, это смешанный набор карт. То есть, там и оттуда, и отсюда, и оттуда, и отсюда все присутствуют. Всех понемножку. Так. Это его успеет выхилить? Ох, успел вылечить. Отлично. А то я боялся, что сейчас сразу его потеряю. Будет не круто. Но нет. Он выстоял. Он молодец. Он герой. Настоящий герой. Герой, который нужен этому товар конквесту. Так. Два хиллера, пожалуй, бластер. Бластер быстрее. Ох, все, не зашел к нам за спину. И торнода. Оп. А нефиг драться со мной. Я умею всякими крутыми скиллами закидывать вас. Знаете? Вот, видимо, не знаете. Уже давно против меня играете, а вот не можете тоже такие же штуки использовать. Странно, что им тоже не дали использовать такую же фиговину. А если бы он тоже мог закидывать такие заклинания, то да, он был бы очень опасным. Так. Все, база готова. Еще одна победа. Ну, я не знаю. Мне колоду это кажется победить просто против компьютера. Наверное, я не знаю. Компьютер, мне кажется, не одолеет никогда эту колоду. Если у него там не появится сфер какие-то эволюции в следующей локации, возможно. Так. Хотел сходить на арену и что-то забылся, что у меня уже закончилась энергия. Да и в целом серию буду заканчивать. Сегодня у меня поменьше времени на запись. Поэтому серия будет покороче. Ну, короче говоря, заканчиваем серию. Если вам все понравилось, хочется больше тавер конквеста, ставьте лайки. Будем играть и дальше. Если здесь впервые, не забудьте подписаться. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем всего хорошего.